В Твери в областном институте усовершенствования учителей впервые прошла необычная онлайн-конференция, в которой приняли участие преподаватели со всех уголков страны. Поводом для встречи в таком формате стало чтение. Как приобщить подрастающее поколение книги, как научить читать и понимать литературные произведения. Своими методиками учителя поделились и с нашей съемочной группой. Конечно же, складывать буквы в слова, слага в слова, а слова в предложении научат школе. Но мало видеть тексты, понимать хронологию событий. Важно еще уметь анализировать описания героев, сопоставлять факты, детали. Одним словом, задача современного педагога, кроме всего прочего, научить масштабно мыслить. Запустить мыслительный процесс — задача литературного текста. Интернет, телевидение, конечно, вытесняют чтение, но мы прикладываем все усилия и используем всякие методики для того, чтобы чтение вернуть. И доказать детям, что книга — это основной источник информации. Мы знаем, что если ребенок не читает, то он перестает мыслить, так же, как и взрослый человек. Современные проблемы требуют современных решений. Своё прочтение и понимание классического произведения подрастающее поколение может продемонстрировать понятными и привычными для них способами. Конечно же, и тут есть свои особенные методики, разработанные педагогами. Ключевая методика — сочетание современных форм близких детям и чтение. Например, буктрейлеры, когда ребенок снимает видеоролик двух-трехминутный по мотивам или по итогам прочтения книг. Квесты по литературным произведениям, связанным, например, с тем или иным городом или с тем или иным героем. А также рассказывают организаторы конференции, чтобы лучше понять героев русской классики, школьники создают им даже Инстаграм и страницы в социальных сетях, что запускает своего рода аналитический процесс. Кроме того, участники совещания поделились наработками и личным опытом. Тверь представляли более 20 педагогов и работников библиотек.